Взятка врачам, полицейским, чиновникам, педагогам и так бесконечно, ради того, чтобы решить свой корыстный вопрос. Но сколько этот круг может продолжаться? Как с этим бороться? Татарстан является одним из флагманов антикоррупционного движения в России. И 31 мая в Казани стартовала работа Международной научно-практической конференции формирования антикоррупционных стандартов и их реализация. Вирусом коррупции сегодня заражена не только система властных структур, но и бизнес, в том числе крупные, которые находятся под патронажем государства. Необходимы радикальные меры в виде жестких стандартов, которые включают в себя как уголовно-процессуальные, так и административные методы. Участниками конференции стали представители администрации президента Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, государственных органов, субъектов страны, ведущие ученые и многие другие. Кроме того, в пленарном заседании принял участие ректор КФУ Эльшат Гафуров. Конференция подводит некоторый промежуточный итог работы, активно развернутой в Татарстане с 2005 года. Важную роль в научном сопровождении и экспертизе этого процесса играют ученые Казанского университета, в частности сотрудники юридического факультета КФУ. При этом необходимо понимать, что коррупция это не только взятки, но и все другие действия, дающие несправедливые преимущества или ухудшающие положение отдельных групп граждан. Реализация антикоррупционной политики республики сделана на электронной технологии, в частности информационную систему открытой Татарстана. Разумеется, все понимают, искоренить полностью проблему коррупции невозможно. Это не удалось еще никому в мире. Продолжение следует...